Мемориал «Вечный огонь» — традиционное место проведения патриотичных акций. Его открыли в 1950-м году. Это старый помнил, установленный в Гомеле, в память загинувших червонармейцев, партизан и подпольщиков. По судности, сегодняшний митинг — куминация той работы, что проводилась в Гомеле на протяжении прошлых дней. Эпидемичная ситуация не позволила провести все это массовые мероприемства, включающие парад переможцев. У таких умовах парад сам пришел до ветеранов. Дальше, сгодно за пошними дадинами, за Арзу в Гомельской области проживают 702 ветераны войны, 395 которых принимали непосредный удел в боях. Проводили на протяжении всей недели парад под окном для ветеранов, когда выезжали, поздравляли и с оркестром, и сами жители города исполняли песни для ветеранов. И я считаю, что те ветераны, которые не могут выйти, посмотреть, присутствовать на этих мероприятиях, для них было очень приятно. Конечно, надо проводить, чтобы народ видел, чтобы народ знал. Потому что в любые трудные времена мы всегда выходили победителями. И я думаю, что и сегодня выйдем. Это временное явление. Просто не надо кидаться в панику. Сегодня в Беларуси проводится значная работа по увековешиванию памяти загинувших. У вынику пошуковой деяности только в минулом годе на мемориальные плиты у Гомельской области нанесены имены больше к 4 тысяч ранее неведомых солдат и офицеров. На сегодняшний митинг многие гомельшане пришли с фотосдымками своих родных – у дельников Великой Айчинной. Жигарка города Ганна Пугачева – Пираканана. По коль мы памятаем, у нас есть будущее. Это мой дед Губар Василий Артемьевич, который начал войну еще до войны. Он воевал на Холхенголе и там получил первые свои награды – Орден Боевого Красного Знамени. Потом он служил, наверное, во внешней разведке, потому что не рассказывал. И закончил он войну уже тоже после войны. И награжден был Орденом Красной Звезды за переход в перевал Хенган. Люди гонору, долгу и верности. Это об их, солдатах Великой Айчинной. Для жахару Беларуси нема больше важного свята, чем День Пирамоги. Это День нашей славы, памяти и едности. Я со всей душой и радостью всегда отношусь к такому важному, большому празднику. И чту эту память навсегда. То, что случилось сегодня с этой эпидемией коронавируса – это, конечно, большая беда. Но забыть такой праздник в этот день, я считаю, невозможно. Официйный митинг, каля мемориалы «Вечный огонь завершился». Але люди приходят сюда на протягу усяго дня. Сюда ж приезжают и члены военных исторического клубного объединения «Гонор Мунзира». 9 мая яны по уласной инициативе здействовали проезд военной техники по улице Гомеля. Кажут, что усюда сустракали самое теплое ставление сбоку городжан. День Пирамоги – святое кое не только объеднувое, выкликая почутцу гонору за свою родиму. Очень приятно было о позитивных эмоциях, которые вот сейчас через весь город просто ребята проехав, получали от людей, потому что люди сигналили, люди махали, люди просто говорили «молодцы». Просто именно это вот даже сейчас переполняют чувства. И вопрос в том, что вот эта акция, которую Беларусь помнит, помнит каждого, для нас более чем символична. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».